Добрый день. Я также хочу выступить в связи с тем, что по заданию, по просьбе Комитета гражданских инициатив Центр стратегических разработок подготовил очередную часть, очередной этап своего традиционного доклада, который уже второй год подводит итоги развития политической ситуации. И каждый из этих докладов был интересен, каждый из этих этапов был интересен для осмысления нового этапа, в том числе развития политической ситуации в стране. Комитет гражданских инициатив – не партийная организация. Мы в основном изучаем настроение населения, в том числе и политические предпочтения. Мы, исходя из этого, строим нашу политику поддержки гражданских инициатив. Мы стараемся работать на меж- даже партийной основе. Я имею в виду, что к нашей работе мы привлекаем людей любых политических убеждений. Для нас очень важно решение конкретных проблем, как страны в целом, так и отдельных регионов или даже проблем муниципального уровня. Когда мы определяли наши основные приоритеты, основные направления, мы уже к этому моменту обратились к основным исследовательским центрам, представители которых входят в наш комитет и будем строить свою политику на основе изучения предпочтений и оценки самых актуальных проблем. Но сегодня, кроме этих проблем, о которых и в докладе говорится, о которых мы обозначили в своих приоритетах, такие приоритеты связаны с безопасностью человека, связаны тем самым с работой полиции. Это проблемы образования и доступности образования, и образования как социального лифта для граждан, где очень много проблем, где это еще не работает именно в таком качестве в полной мере. Это вопросы здравоохранения, это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, то, с чем человек сталкивается ежедневно. Это вопросы гражданской и социальной поддержки наиболее таких малообеспеченных групп или социальных групп, которые требуют такой поддержки. Но и взаимопомощь, которая часто базируется на том числе работе волонтерских организаций, это то, что нам важно. Ну и одно из самых важных направлений, которое важно для всех, для вообще реализации модернизационного сценария развития страны, это судебная система, это правильное государственное администрирование и эффективность государства, это также открытость, прежде всего, открытость государственных институтов, но и самого главного, в чем мы все с вами участвуем, как налогоплательщики, открытость бюджета на всех уровнях. Именно перераспределение налогов и бюджетных ресурсов создает возможности для решения самых актуальных задач страны. Выполняется это или нет, работает ли это или нет на всех уровнях? В этом мы пытаемся дополнительно разобраться, дополнительно к тому, что я как специалист в этой сфере уже знаю. И мы считаем, что без активности граждан, без гражданской инициативы здесь нельзя решить эти проблемы. Это не вопрос только экспертов, только ученых, только чиновников в стране, и сам институт бюджета, и его принятие через представительные органы, и должен опираться на позиции людей. Вот насколько мы активно используем вот это мнение людей, с этим мы разбираемся. Это вот основные направления, но сегодня особенно важно, что будет социальная база реформ, на кого будет опираться, кто заказчик реформ, кто заказчик перемен к лучшему. Вот мы хотели, чтобы авторы доклада этих исследований нам старались ответить. А сейчас особый период, когда этим вопросом задаются все, и те, кто выходят на улицы, и те, кто не выходят на улицы. Мы все ищем те механизмы, институты, которые в конце концов приведут к этим позитивным переменам. Мы все взвешиваем, дает ли эффективность митинговая активность, или нам нужно искать новые формы, или их сочетать. Вот, собственно, мы с этим обратились к авторам доклада. Я надеюсь, сегодня мы услышим эти оценки и сможем, как члены комитета, с вашим тоже участием, мы будем готовы услышать и вопросы, и замечания, готовы обсуждать. Спасибо. Михаил, я хотел бы вам передать слово. Спасибо, Алексей Ильич. Уважаемые участники дискуссии и журналисты, я не буду пересказывать содержание доклада. Там много интересных наблюдений, которые можно использовать в анализе и комментариях. Но я хочу сказать, что это прежде всего результат самого богатого социологического поля, которое мы когда-либо проводили по политическим вопросам. Меньше чем за три месяца мы провели более 60 фокус-групп и 20 глубинных интервью, глубинные интервью с митингующими на Болотной площади. И это материал, который... Мы ждали, что будут сенсации, потому что происходят быстрые изменения в стране, и мы не поспеваем в том, чтобы за ними уследить. Но чтобы такое количество выводов опровергало наши собственные предыдущие ожидания, в том числе некоторые положения предыдущих докладов, этого мы не знали. И я сейчас остановлюсь только на тех моментах, которые действительно перевернули наши собственные представления. Некоторые из этих моментов мы не имели возможности даже предварительно проговорить с членами комитета, потому что существенное влияние на наши выводы оказало последняя часть исследования, проводившаяся после протеста на Болотной, и в фокус-группах, и среди митингующих. И эти выводы мы дописывали в конце прошлой недели. Поэтому они также новые для членов комитета, как и для прессы, которая присутствует на нашем открытом заседании. Вот некоторые идеи, с которыми мы шли в поле, и идеи, с которыми мы вышли из поля. Мы предполагали, что наше общество сейчас более поляризовано, потому что появился массовый средний класс со своими установками, и существуют другие массовые слои, у которых иные ценности, иные социально-экономические ожидания. На выходе из поля мы получили достаточно высокую уверенность, о чем сказал Алексей Леонидович. Большинство населения страны имеет конвергенцию запросов. Причем это не просто какие-то случайные сближения. Это отражает более высокую зрелость российского избирателя и гражданина. Людей интересуют вот четыре приоритетные проблемы. Все социальные слои, независимо от городов, независимо от пола, возраста, уровня образования. Здравоохранение и образование – фактические элементы вложения в человеческий капитал. Интересуют не с точки зрения затрат бюджетных средств, а потому что сбоят институты. Сбоят институты рынка и сбоят институты государства. Люди хотят решить проблему, а не залить их деньгами. Проблема полиции, личной безопасности и равенства всех перед законом. Интересует всех, а реформа полиции приводится людьми в самых разных слоях, как пример провальной и неудачной реформы властей. И, наконец, последнее – это жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура в широком смысле слова. Где то же самое – провалы рынка. И это не проблема денег, это проблема плохих институтов. Вторая проблема. Мы ожидали нарастания тенденции популизма и даже рисков усиления националистических движений, акцентирующих внутреннюю межэтническую рознь. Ничего подобного. Никакого действительно массового потенциала для такого рода движений мы не обнаружили. Хотя мы, честно говоря, ждали и опасались этого. И не хотели бы, чтобы это произошло. Мы полагали, что массовые протестующие в Москве в некотором смысле выражают настроение пробудившегося многочисленного среднего класса новой российской экономики и нового общества. Это в какой-то мере так. Но политические настроения протестующих и их приоритеты оказались иными, чем у любых массовых слоев российского общества. И это было тоже сюрпризом. На наш взгляд это существенно повлияет на политические развилки, которые ждут нашу страну. Более того, что, пожалуй, важнее всего и то, о чем мы составили представление только в самом конце исследования. Население, то, что население происходит эрозия поддержки властей, размывание позитивного отношения к национальным лидерам, к Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, о ухудшении отношения к партии «Единая Россия» – это гипотеза, которую мы, в принципе, формулировали. Она тривиальна. Она в целом подтвердилась. Но мы не ожидали, насколько глубоко зашла эта проблема эрозии доверия. Потому что мы впервые в наших исследованиях, которые проводились по совершенно другой методологии, впервые опробированные в этом формате с участием психологов и отчасти использующих элементы маркетинга в анализе политических предпочтений населения, мы обнаружили стремительно нарастающий запрос на лидеров новой формации. И мы понимали, что доверие к таким лидерам на местном уровне выстраивается. Это была гипотеза, которая работала. Но внезапно для себя мы обнаружили, что в стране начинают появляться вертикальные политические лифты, с помощью которых местные, никому неизвестные лидеры, которые по каким-то причинам способны привлечь интерес и доверие людей на местах решения местных проблем, внезапно начинают восприниматься как лидеры общего национального масштаба. Это парадоксы, которых мы не ждали. И для нынешнего политического статус-кво этот процесс гораздо более серьезный вызов, чем просто эрозия поддержки властям. Сейчас несколько чуть более конкретных комментариев о том, что происходит. Вот казалось бы, даже проблема эрозии доверия и поддержки, где наши гипотезы в целом подтвердились, но она привела нас к парадоксальным выводам. Вывод состоит в том, что при том, что эта эрозия наблюдается, мы вполне понимаем, почему выросли рейтинги доверия у Путина, Медведевой партии, Единая Россия накануне выборов и после этих выборов. Мы наблюдали процесс, когда эрозия поддержки и доверия выражается не в том, что люди категорически против, а в том, что люди голосовали за Путина из-за отсутствия альтернативы. Наши психологи однозначно обозначили это массовое явление как явление когнитивного диссонанса, когда люди делают выбор, находясь в состоянии внутреннего конфликта. Психологически, чтобы этот конфликт замять, они для себя внутренне оправдывают сделанный выбор, занижая значимость всех любых альтернатив. И вот это вот как раз и может проявляться в том, что такие массы людей выражают сейчас более высокий уровень доверия Путину, Медведеву и Единой России. Но если предположение о массовости явления когнитивного диссонанса существует, это явление хорошо изучено в социологии. Оно редко продолжается долго. Люди быстро забывают этот психологический конфликт, и как только они забывают, все возвращается в прежнее русло. А прежнее русло – это дальнейшая эрозия доверия и падение поддержки властей. Поэтому мы ожидаем, что уже в ближайшее время рейтинги могут снова пойти вниз именно в силу краткосрочности такого эффекта. Вторая неожиданность по поводу поляризации населения, а точнее его отсутствие. Из этого запроса, о котором сказал Алексей Леонидович и я, вытекают два важных следствия. Первое – с точки зрения будущего нынешнего правительства. Дело в том, что оно сталкивается практически с невыполнимой задачей. Население предъявляет запрос на улучшение очень масштабных институтов, которые распространены по всей стране и с которыми каждый гражданин ежедневно в массовом масштабе имеет дело. Проблемы политической системы, возникшей в России в последние десятилетия, как раз в том и состоят, что хуже всего у него получалось решать проблемы качества институтов. Потому население этой проблемы сейчас и выдвинулись на первый план, что все предыдущие правительства в России, начиная с 2000-го, а может быть и раньше, не дорабатывали в качестве институтов. Надеяться на то, что правительство Медведева, которое носит чистотехнический характер, сможет быстро поправить положение в этих сложных проблемах по всей стране, это очень, ну скажем так, чересчур оптимистично. Если так, то такое правительство не сможет оправдать ожидания населения. У него, скорее всего, будут серьезные проблемы и довольно быстро. Второе, это то, что мы по-прежнему видим возможность создания партии большинства. То, чего мы не видели в предыдущем докладе. Но этой партией не сможет стать Единая Россия, потому что Единую Россию, средний класс крупных городов уже для нее потерян. Среди среднего класса вообще уровень поддержки властей, и особенно Единой России, невысокий. Доверие, как мы видим, возникает только снизу на местах, и завоевать его можно только кропотливой работой по формированию нового лидерства и новых взаимоотношений с населением по решению конкретных проблем на местном уровне. Эти механизмы возникновения доверия мы изучили, и мы увидели много примеров. Например, на выборах в Тольятти, в Ярославле, в Астрахани, или даже в случае с традиционными кандидатами, как губернатор Оренбургской области БЕР, который является кандидатом от Единой России, был назначен от Единой России, но пользуется даже большим доверием, чем местные кандидаты, только что победившие на выборах в Тольятти и в Ярославле. Вот механизмы устраивания доверия на местном уровне работают одинаково в самых разных условиях, от Черноголовки до Тольятти, и от Ярославля до Оренбурга. И успеха может добиться только та политическая сила, которая эффективно сможет задействовать эти механизмы. Единая Россия, которая действует сверху вниз, это невозможно, тут должны быть действия снизу вверх, и никак иначе. Что касается персонального лидерства, проблема для нас состояла в том, что есть известные политики, которые известны, потому что они у власти, а неизвестные политики, которые почему-либо у людей могут вызвать интерес, они могут быть в принципе неизвестны широким слоям населения. Поэтому проводить анкетные опросы по поводу того, нравится ли вам Иванов, Петров или Сидоров, или нет, и как вы вообще к нему относитесь, бесполезно, потому что люди не знают, кто такой Иванов, Петров или Сидоров, и никакого мнения по его поводу не имеют. То, что мы сделали, это в некотором смысле уникальное исследование в России. Мы собрали ролики с выступлениями самых разных политиков, тех, которых не узнают. Вот Алексей Леонидович, стопроцентная узнаваемость, про него ролики крутить не надо было, то же самое про Прохорова, то же самое про Рогозина. К ним отношение другое, как к государственным деятелям большого масштаба, а с известным опытом управления. Это другая категория политиков. Но вот с менее известными. Мы прокручивали в большом кинозале записи коротких видеороликов этих людей, и дальше разбивали большие группы населения на фокус-группы, структурированные по полу, возрасту и уровню образования. И выясняли мнения по поводу разных политиков, и даже проводили условные голосования. Вот эти условные голосования показали интересные результаты. Во всех голосованиях уверенно лидирует Навальный. На пост условно президента, условно губернатора, условно мэра и условно руководителя, лидера новой политической партии. Дальше очень странные результаты. Например, известные политики, в том числе оппозиционные, которым люди прямо на фокус-группах говорили, мы относимся хорошо. Например, Владимир Лорышков. Получали нулевые результаты на голосование. А представители «Единой России» получали неважные результаты, в том числе Мединский, который назначен министром культуры, и отталкивала риторика «Единой России». Она людей пугает. Это устаревшая риторика, которую люди не одобряют. Но самый главный сюрприз состоял в том, что второе место при баллотировании на пост президента занял Владимир Егоркин, человек, который вообще не занимается публичной политической деятельностью как таковой. Он создал движение «Развитие в Черноголовке» и был как бы, ну, таким теневым, неформальным организатором этого движения. Оно смогло продвинуть на пост мэра Черноголовки альтернативного кандидата из числа ученых. Человека, в которого верили, что он не будет воровать. Владимир Егоркин с трудом за два часа до последнего показа этих роликов удалось уговорить сделать запись. После показа записи он занял уверенное второе место после Навального при баллотировке на пост президента. При этом поддержали этого молодого человека из поколения 80-х, фактически, бэби-бумера поколения 80-х. Поддержали его в большей степени пенсионеры. Когда я сказал это Егоркин, он сказал, ну вот видишь, я не хотел выступать с этим роликом, я не выспался и не подготовился. Если бы я выспался и подготовился, то я бы обошел Навального и получил бы номинации в других позициях. Но даже в позиции мэра и губернатора он занял третье место. Это говорит о том, что путь от доверия на местном уровне до доверия на общенациональном уровне сократился невероятно. Этого открытия мы не ждали. Это говорит о том, что у нас мнимый вакуум, политический вакуум на поле альтернативных лидеров. Случай с Егоркиным показывает, как быстро эти лидеры могут возникать и как быстро завоевывать политическое доверие широких масс населения. Что касается проблем у этих лидеров, запрос на лидера нового типа наши психологи помогли идентифицировать. Проблемы у лидеров типа Навального и остальных это прежде всего отсутствие реального опыта управления. Люди ждут стабильности, и поэтому отсутствие опыта важная слабая черта. Когда мы показывали Навального и предлагали сделать выбор вместе с Кудриным, Рогозиным или Михаилом Прохоровым, то люди не очень стремились поддерживать Навального ни на какую позицию, с трудом на мэра города. Потому что опыт сильный тормозящий фактор для всех молодых политиков. Люди хотят стабильности и уверенности. В отношении политиков Прохорова, Кудрина, Рогозина они различаются прежде всего по интенсивности антиэлектората. Прохоров воспринимается как лидер нового поколения, новой формации, по всем признакам неотличимым. Но у него большой антиэлекторат из-за того, что он олигарх. И это сломать практически невозможно. Это очень сильный тормоз расширения его поддержки. У Алексея Леонидовича, наоборот, мы не обнаружили антиэлектората. То есть он есть, но он очень немногочислен и сильно фрагментирован, распылён. Сторонники коммунистов, например, охотно говорят, что они считают, что Кудрин – это замечательный государственный деятель, который удерживал стабильность нашего бюджета. А это очень важно, потому что люди теперь уже не популисты, им не нужно безответственных растрат бюджетных денег. Они ценят, что бюджет стабилен. И в этом плане отсутствие антиэлектората и стопроцентной узнаваемости и уважения как государственного деятеля – это очень важный феномен. Что касается Рогозина, у него побольше антиэлекторат, потому что некоторые опасаются, что у него слишком агрессивные взгляды на внешнюю политику. Но в целом его тоже уважают, он тоже вызывает поддержку. Многие даже говорили, вот пускай Кудрин и Рогозин спорят с собой, но пусть они работают в одном правительстве, потому что это хорошие профессионалы. Что касается выводов в отношении митингующих. Как я уже сказал, более внимательное исследование показало, что у среднего класса России протестные настроения сейчас снижаются. И решение проблем политической модернизации, хотя они разделяют эту точку зрения, но оно не является слишком акцентированным и приоритетным. Настроения тех 100-150 тысяч представителей московского среднего класса, которые ходили на митинги, немножко иные. У этих людей после митингов на Болотной готовность протестовать усилилась, усилилась агрессивность и усилилась нацеленность на решение именно проблем политической отсталости. В этом плане, в какой-то мере, хотя эти люди есть порождение усиления массового среднего класса в стране, но они проводят обособленную повестку и несколько отдалены от массовых слоев населения России. Но, тем не менее, как мы выяснили, они оказывали и в ближайшее время, видимо, будут оказывать непропорционально большое влияние на дальнейшее развитие событий. И вот это вот последнее, что я хочу сказать, какие развилки возникают из-за ситуации с митингами. Последние 4 месяца количество митингующих пополнялось в основном за счет убежденных сторонников модернизации страны в широком смысле этого слова. И мы обнаружили, что это оказалось иющее влияние на политику федеральных властей. Мы взяли доклад Инсора, точнее попросили представителей Инсора дать нам такую справку. Они сверили положение прошлогоднего доклада Инсора, который воспринимался как немыслимая радикальная политическая утопия еще год назад. И мы сделали приложение этой сравнительной таблицы в нашем докладе. Несколько десятков позиций, которые оказались абсолютно радикальными политическими мерами в докладе Инсора год назад, в буквальном смысле воспроизводились властями, либо в высказываниях, либо в нормативных актах в последние 4 месяца. Реально мы имеем довольно сильный поворот вектора экономической и политического развития страны в сторону модернизации, в том числе и внутри власти. Сторонники модернизации там усилились. Но если митинги перейдут в насильственную плоскость, мы ждем другого поворота событий и скорее сценария политической реакции. Почему? Среди митингующих, те, кто готовы к насильственной конфронтации, это силы, не очень убежденные в необходимости модернизации. Это левые радикалы типа Навального. Это националисты и это анархисты. Со стороны власти силовая конфронтация невольно заставит власти опираться на силовые структуры, а там оппонентов модернизации больше, чем в других сегментах власти. Поэтому в истории такие ситуации повторялись много раз. Это называется режим политической реакции, когда совместными усилиями власти и оппозиции страна скатывается в такое развитие, когда широкая повестка модернизации отодвигается на второй план. Избежать этого, как мы думаем, можно, используя уроки других таких ситуаций, их очень много, у нас довольно стандартная политическая ситуация, и мы привели ссылки, как это происходит. Избежать этого можно, если модернизаторски настроенная часть митингующих и модернизаторски настроенные силы во власти вступят в диалог и добьются определенной кооптации и интеграции активной части среднего класса в механизмы принятия реальных политических решений. Это будет сценарий усиления модернизации, но мы полагаем, что шансы на реализацию такого сценария уже сильно ослабели, потому что страна скатывается в воронку политической конфронтации между митингующими и властью. Есть два других сценария, которые уже не зависят от действия или бездействия властей и митингующих. Сценарий глобального экономического кризиса, вероятность которого возросла в связи с тем, что действительно Греция может выйти из еврозоны, приведет к тому, что протестные настроения, скорее всего, снова начнут распространяться за пределы Москвы. Мы это выяснили в наших исследованиях. Если ухудшится экономическое положение массовых групп населения, они готовы идти протестовать. Массовые протесты по всей стране в условиях, когда уровень реальной поддержки властям гораздо ниже, чем в 2008 году, скорее всего, приведут к быстрой утрате политического контроля над ситуацией. Это сценарий довольно быстрой и весьма хаотичной политической трансформации. Ну и, наконец, последний сценарий, который, по сути, исчерпывает в некотором смысле поле возможных альтернатив, это сценарий инерционного развития. Но смысл этого сценария состоит в том, что даже если протесты в Москве ослабеют, это вполне возможный вариант, а экономический кризис в стране не состоится, то это не значит сохранение статус-кво. Сценарий инерционного развития – это сценарий действия среднесрочных факторов политических изменений. Эрозия поддержки властям сохраняется. На местном уровне в ходе губернаторских, мэрских выборов, выборов законодательных собраний будут выдвигаться новые лидеры, механизм этого мы видим. Они будут пользоваться больше легитимностью, чем нынешняя власть, и это будет размывать вертикаль власти. Популярность правительства Медведева будет довольно быстро ослабевать, потому что решить быстро проблемы низкого качества здравоохранения, образования, полиции и ЖКХ будет очень трудно или практически невозможно. Нынешние политические лидеры страны стареют, а мы увидели быстрые вертикальные лифты для появления альтернативных общенациональных политических лидеров. Ну и, наконец, уж совсем среднесрочные процессы. Второе поколение бэби-бумеров, люди, родившиеся в 80-е, самое многочисленное поколение в нашей стране. Уже через 5 лет они будут претендовать на высокие посты в экономике и власти. И пример Владимира Егоркина – это только маленький пример того, как это может происходить уже в обозримом будущем. Если к этому добавится продолжение роста и численный рост среднего класса, это делает неизбежной смену поколения политических элит и делает политический кризис в стране необратимым. Спасибо за внимание. У меня единственное преимущество, потому что я читал доклад Михаила Гоновича немножко пораньше, за несколько дней, и поэтому я, конечно, внимательно его посмотрел. Какие у меня возникли впечатления? Просто тезисно. Первое впечатление, что, мне кажется, этот доклад дает ответ на вопрос, о котором давно спорят, по-моему, бесполезно спорят, на самом деле, с моей точки зрения. Готовы ли наше общество вообще к демократии? Ну, есть же классические книги. Вот Евгений Григорьевич Ясин написал книгу о том, что готовы или нет. Значит, есть люди, которые, многие, кстати, которые считают, что все равно не готовы. Есть люди, которые говорят, что готовы, но на самом деле делают все, исходя из того, что народ к этому не готов. Вот мы, например, видим вот этот классический пример закона губернатора, да, выбора губернатора. Было сказано, тут Михаил Гонович остался на инсор, действительно, мы давно предлагали эту простую идею вернуться обычным, простым, нормальным выбором, без всяких там фильтров и прочее. Об этом вроде бы было сказано. Потом вдруг раз-раз, и мы с вами видим, что эти выборы на самом деле остаются выборами фиктивными. Должен вам сообщить, что первый пример, когда уже регионы принимают, там же по закону регионы, должны принимать собственные законы о выборе губернаторов, ну, там есть некие по фильтрам движения, можно от 5 до 10 процентов собирать голосов в поддержку того-либо кандидата, муниципальных депутатов. Так вот, уже Новгородская область вчера, сразу в двух чтениях, что, между прочим, является нарушением любой демократической процедуры, потому что во втором, третьем еще как-то можно понять, если принимается одновременно. Но тогда в первом и втором уже приняло закон, где максимально жесткие введены фильтры. И выборы в Новгородской области, которые будут, по-моему, там осенью, они уже будут фиктивными. И это о чем говорит, что и наша федеральная элита, которая поработала на вроде бы правильной идее о том, что губернаторы должны избираться самими людьми, и региональные элиты, они этого безумно боятся. Народ не готов. Вот это такой главный мейнстрим. Я уж не говорю про муниципальный уровень, а вот то, что написано в докладе, вот эти исследования, которые там есть, с моей точки зрения, они показываются однозначно. Значительная часть общества готова к самоорганизации, готова к тому, чтобы решать собственные проблемы, в том числе социальные. И, в общем, конечно, вместе с государством, вместе с властью, то есть речь идет о том, что необходимо найти какой-то новый баланс. То есть, конечно, вопрос не идет о том, что государство должно исчезнуть. Но этот баланс, он достаточно радикально отличается от того баланса между государством и обществом, который мы имеем. Второй пункт, который следует, по-моему, из этого доклада, это то, что наша власть, я об этом уже начал говорить, она вот этого пункта первого не понимает. И зазор между властью и обществом очень существенно увеличивается. И он достиг, как мне представляется в докладе об этом четко сказано, он достиг некой критической мерки. Просто. Потому что, если отношения власти и общества еще несколько лет назад строились по принципу «я тебя люблю, я тебя доверяю за счет твоей харизмы», я имею в виду, прежде всего, Владимира Владимировича Путина, который обладал некой харизмой, то теперь никакой харизмы, никакой любви, ничего нет. Есть очень напряженная взаимная ситуация, взаимное вообще выжидание. Я бы сказал так, скорее общество настороженно выжидает. Власть по-прежнему считает, что все в порядке. Ну, цены на нефть там, вроде бы эти протесты уличные, они куда-то уходят там и так далее. И я здесь перехожу к пункту третьему, что вот этот критический зазор, который образовался, который, мне кажется, правильно в докладе отмечено, что он, может быть, даже принял некий, не то что необратимый характер, он пришел в некую критическую черту. Он, на самом деле, видимо, и скорее всего, приведет к развитию событий, когда мы пройдем все четыре варианта, которые вот есть в докладе. То есть парадокс в этом взгляде, что мы все четыре варианта будем проходить просто по очереди. Первый вариант, это, конечно, инерционный, в котором мы сейчас находимся, когда власть, что называется, считает, что все в порядке, прекрасная маркиза, и консервирует во что бы, несмотря ни на что, вот эту ситуацию, которая есть, которая уже абсолютно нетерпима, по крайней мере, со стороны общества. После этого, естественно, когда противоречия, конфликты, в результате, может быть, внешних причин, вот то, о чем говорил Михаил Гонович, допустим, цены на нефть там, что угодно, когда будет обостряться, причем именно по линии социальных проблем, то начнется вторая стадия, когда, ну, условно говоря, начнется конфронтация открытая между обществом и властью. Причем, снова же, вопрос не о том, что будет объявлено, как там, типа, военное положение в стране. Да нет, на региональном уровне какие-нибудь местные там и перепуганные чиновники начнут совершенно немотивированно давить своей полицией там еще кем-то местных каких-то людей. Причем без спроса, безусловно, из Москвы. И это может применять очень тяжелый, необратимый, на самом деле, характер. И это может привести уже, в свою очередь, к ситуации вот третьего сценария, который, по-моему, радикальная трансформация, который будет означать, что в стране, может быть, очень высокой степени потеряна просто управляемость процессами. На самом деле, она и сейчас уже в значительной части потеряна. И потом уже в результате всех вот этих трех очень тяжелых, на самом деле, сценариев, потрясений, может быть, начнется сценарий модернизации и прогресса страны на какой-то совершенно другой политической, институциональной и так далее базе. Вот я, прочитав доклад, для себя сделал вот такие выводы. Ну, я не знаю, в какой степени они пессимистичны, в какой степени оптимистичны. Это, знаете, вопрос веры и вопрос чисто эстетических оценок. Но, с моей точки зрения, доклад вот об этом говорит достаточно фундированно. Спасибо. Ну, спасибо, конечно, за интересный доклад. Он, на самом деле, хорош тем, что вербализирует вот те смутные ощущения, которые у каждого, наверное, и так есть. Самое важное это то, что власть не чувствует угрозы, а там, где она ее чувствует, она ее чувствует неправильно. Вот давно создавалось такое ощущение, что они привыкли заливать проблему деньгами. Благо, деньги есть. А сказано было совершенно справедливо, что проблема в качестве институтов. А институты по щелчку пальцев не делаются. Их надо было делать в течение, там, десятка лет, оттачивать. Соответственно, когда появляется запрос на хорошую полицию, на хорошее здравоохранение, на ЖКХ, на приличный асфальт, ответить на этот вопрос технически невозможно. Потому что деньгами улицу не выносишь. И учителей, даже если повысить в два раза зарплату, лучше не сделаешь. Это делается все долго. И получается, с моей точки зрения, очень серьезная проблема, потому что новые вызовы актуализируются, а у власти старый ответ и неадекватный ответ. И в этой ситуации получается кризисная штука, потому что, да, люди будут выдвигать все больше требований. Видели митингов, видели общение с властью на выборах в регионах, не так важно. Поскольку у власти нет адекватного инструментария для ответа, она будет пытаться загасить. У нее просто нет других инструментов. Она будет пытаться фальсифицировать выборы, для того, чтобы получить тот результат, который ее устраивает. И она будет пытаться заткнуть рот тем, кто протестует, чтобы они не разгоняли волну, потому что они говорят о том, о чем не надо. Обратите внимание, как прореагировала власть на действия митингующих в Москве. Заговорили про деньги газдепа. А потом начали говорить про то, что надо повысить зарплату бюджетникам. На митингах ни слова про зарплату не было сказано. Никто вообще не говорил о том, что надо повысить зарплату бюджетникам, что-то там решить с пенсиями и так далее. Митинги были про другое. Митинги были про отсутствие тех самых институтов. В данном случае электорального института, который вызывал бы доверие. Вот доверие он не вызывает. А власть пытается это лечить тем, чем умеет. Поскольку не получается, значит, она будет лечить полиции. И поэтому мне кажется, что вот эта вот дыра, которая возникает между запросами общества и запросами власти, при том, что совершенно правильно подмечено бешеное ускорение темпов, при том, что выходит на сцену новое поколение, с моей точки зрения, эта вещь опасная и опасная в некоторой своей предсказуемости. Будут приниматься попытки вот такими обычными советскими силовыми методами заткнуть дыру, которая не там находится на самом деле. Вот они будут латать дырку в трогопроводе, в котором на самом деле нет воды. А вода течет по другой трубе и бьет из других дырок. Вот в этом проблема. И здесь очень важна, как мне кажется, проблема поиска соглашательства с властью. С властью нужен диалог. Власть нужно вразумлять. Нужно вот действовать между гражданами, объяснять им, в чем дело. И между властью. Сейчас самое выигрышное в популистском смысле слова – радикальная оппозиция. И мы вот это наблюдаем, в частности, на митингах. А страна на самом деле нуждается не в радикальной позиции, но в достаточно быстрой, решительной, направленной на улучшение этих самых институтов. Вот такой силой пока я вот не наблюдаю всерьез в стране, а вижу попытки радикализировать и с той стороны, и с той стороны процесс, что очень опасно. Но вижу за то, не то чтобы социальный запрос, его как раз нет, а вот такой запрос, ну скажем, государственно-патриотический, на какую-то новую силу, которая способна не говорить про модернизацию. Это мы лет 10 уже как делаем. А попытаться улучшать эти самые институты. Из доклада Михаила Игоныча мне кажется просто ясно, что если этой силы не будет, то мы провалимся в ту самую дуру, которая нарисовалась за последние 10 лет, и которая сверху прикрыта как бы вертикально, которая на самом деле уже не отвечает запросам ни граждан, ни власти, на самом деле. Она как бы сама для себя существует, и она стоит над пустотой. Вот эту пустоту надо чем-то заполнять. У меня нет предложений чем, но, во всяком случае, эту тему надо серьезно прорабатывать. Дыра между запросами граждан и восприятиями этими запросов власти разверзается все глубже, и выхода власть не видит. Ей надо хотя бы его показать. Спасибо большое докладчику, было очень интересно. Я тоже имел возможность прочесть доклад ДОТУГО, а это все-таки почти 100 страниц, там сколько-то, 87, по-моему, да, получилось. То есть это вообще значительно, ну и такая, в общем, объемная, наполненная фактами история. И я хотел отметить какие-нибудь две вещи. Первая речь, которая меня очень порадовала, это вывод, вот Михаил Гонович о нем сказал, разумеется, хочу его акцентировать, что националистические идеи, радикально националистические идеи не пользуются спросом. То есть, ну, конечно, есть узкая группа идиотов, для которых это вот просто жизнь сама, но это не популярно. Это очень важно потому, что в течение многих лет, в течение практически всего периода Путина, один из аргументов, который был в поддержку этой власти, был такой, если дать свободные выборы, на самом деле свободные выборы, то к власти придут фашисты. Потому что на свободных выборах победят, вот, я не знаю, Белов, Поткин, там, и прочие очаровательные джентльмены. Вот ясно, что этого не будет. Вот этого не будет. Если будут свободные выборы, они, это следует из этого доклада, это следует из других вещей, если будут свободные выборы, эти люди пройдут в парламент, скорее всего, пройдут в парламент, это будет крайне неприятно, но они не получат большинство. Они не получат большинство, они будут в меньшинстве, каковым они и являются в стране. Вот это будет, мне кажется. Мне кажется, что сценарии, которые определены, показаны в докладе, дают очень существенный ответ на самый актуальный вопрос. Что нужно здесь делать? Причем дают обеим сторонам, как власти, так и оппозиции, которая очень разнородна. Что я имею в виду? Я согласен с тем, что ускоренная модернизация возможна в результате мирного диалога и реализации позиций, в том числе через митинги или через другие формы открытой дискуссии, в разных формах, и влияние на власть, постоянное подталкивание, постоянное будирование необходимости перемен. И если дать свободу выражения этим настроениям, то картина будет достаточно яркой. Это означает, что пусть митинги, пусть другие формы показывают, что нам нужны эти перемены. И если не закручивать, как говорят, гайки или не переходить к репрессивным мерам, то это поле будет постоянно таким активным, будирующим к реформам, но не переходящим к реакции к любому другому сценарию. Мне кажется, это самый выгодный или самый правильный вариант для обеих сторон. И как раз в этом варианте модернизационные люди, которые способствуют модернизации во власти, и люди, которым способствуют модернизации вне власти, они способны поддержать этот тренд на ускоренную модернизацию. Для этого требуется политическая сила воли. Если же начинается реакция, как бы попытка сбить, воспринимая как враждебную вот эту активность граждан, то здесь вот эта реакция, как и в докладе сказано, возможно вызовет ответную реакцию и обострение. И здесь как бы в действии или на арену выступают радикалы во власти и радикалы в оппозиции. В одном из наших заявлений комитета по событиям 6-9 мая мы четко в нашем комитете обозначили, что есть радикалы во власти, есть радикалы в оппозиции. И в данном случае они становятся основными игроками. И они как раз и те, и другие тянутся к некоторому обострению. Одни радикалы в оппозиции считают, что это быстро раскачает лодку и как-то приведет к такой эскалации массового такого недовольства. Другие считают, что нет, к массовому эскалации это не приведет, это можно задавить. Вот важно, чтобы сегодня обе стороны чувствовали, что мирное выражение мнений в любых формах нужно обеспечить. Это очень важное обстоятельство демократической ситуации и сценария ускоренной модернизации. К сожалению, я вынужден сказать, что реалистичен и вариант радикальной трансформации, потому что мы стоим на пороге нового витка мирового кризиса. И здесь я поправлю Игоря Юргенса. Он сказал, что если рецессия в Европе начнется, она началась. Первое полугодие в Европе полностью рецессия. И она даст по показателю годовую рецессию в годовом выражении Европы. В Европе началась рецессия. А событие последних нескольких дней по Греции говорит о том, что она будет глубже, что она затронет другие страны более глубоко и, к сожалению, может вылиться в реальный новый мировой кризис. Поэтому снижение проблемы для России, в том числе снижение темпов роста, а может даже отрицательный рост, они буквально возможны и очень вероятны, с вероятностью 50%, я не меньше думаю, мы получим тоже этот удар от мирового рынка. Я просто считаю, что плохой сценарий развития, то есть углубление мирового кризиса, он очень, ну, по-моему, он уже наиболее вероятен и, соответственно, наиболее вероятен и проблемы снижения темпов роста или отрицательный рост в России. А, соответственно, это, как я понял по докладу, будет таким детонирующим или фактором для развития политических проблем в России. К сожалению, это возможно. Я еще бы поддержал Андрея Колесникова в том, что действительно есть модернизационная часть власти и они сегодня мало что могут сделать. Тем не менее, я скажу сейчас необычную, неожиданную вещь. Позиция председателя правительства с его конституционными полномочиями достаточно широки. и очень эти полномочия обширны и многообразны. От позиции председателя правительства очень много зависит. Больше того зависит, потому что и премьер, президент, в данном случае Путин, прислушивается к качественным разработкам, которые ему могут положить на стол. Вот если те модернизаторы, которые в правительстве будут отрабатывать качественно, это большой залог, но если предпозиция председателя правительства будет тоже связана с качественным управлением, то мы можем, могли бы ожидать существенного усиления модернизаторов. Ожидаем ли мы это от Медведева? Я пока оставлю открытым вопрос. Вы знаете мою позицию. Я не ожидал, поэтому я не остался во власти, когда было объявлено, что председатель будет Медведев. Но это моя позиция. Я не ожидаю от него перехода к качественному управлению и формированием качественных подготовки качественных реформ. Но это, если бы это случилось, я еще раз хочу повторить, это бы существенно поменяло характер власти. От председателя правительства зависит в данном случае очень много. для меня еще один вывод оказался интересным, что возможно высказано возможно партия правоцентрического большинства. Вот это прозвучало. Это любопытно, это действительно качественный вывод. Но я готов дальше изучать. Это определенные надежды для нас дают. Конечно, согласен, что выявляются новые лидеры, поэтому мы готовы к тому, что они будут, с ними надо работать, и я думаю, это справедливый вывод. Я бы здесь с Леонидом Гозманом поспорил, вот мне кажется, считать, что власть намеренно ищет врагов и их выставляет, включая национальный вопрос, это немножко, мне кажется, упрощенный подход. Все-таки не по такой схеме идет развитие, не ищутся специальные, не выставляются враги. Да, мы знаем ситуацию с финансированием Запада, и вот как некий чуть ли не существенный фактор внутренней политики, но я не принимаю, конечно, это. Да, может быть, это было сделано намеренно, но так говорить, что все другие факторы намеренно подосланы или созданы, чтобы создать врагов, вот я еще, может быть, не совсем согласен. мне кажется, одним из таких еще элементов такого мирного развития по ускоренной модернизации было бы соглашение всех политических сил о честных выборах. Не бумажное, как это было раньше, не такое, которое прикрывает нечестные выборы, а реально, с учетом опыта всех выборов и конкретной договоренности о действиях всех процедур на выборах, включая наблюдатели, перепроверки, сплошной перепроверки выборов и так далее. Очень трудно ожидать, когда два раза с этим обращались, но не получилось. Мне кажется, вот если бы мы вышли на соглашение о честных выборах со всех политических сил на всех региональных выборах и попытались этот прецедент реализовать, мне кажется, вот мы были бы близко к такому мирному сценарию развития. И поскольку я сюда заходил, мне сразу навстречу бросилось несколько журналистов спросить, а вы собираетесь создавать партию? Я сразу отвечу на этот вопрос, чтобы вот поскольку многие задали этот вопрос, а Игорь сегодня в Коммерсанте дал такое свое мнение по этому вопросу и спровоцировал общее внимание к этому вопросу. Могу сказать, безусловно, мы, кто собрались и в Комитете гражданских инициатив, мы во многом единомышленники, у нас общие оценки и политическая ситуация очень близки, поэтому мы на этом основании собрались. и нам очень трудно было выбирать на последних парламентских выборах ту политическую силу, за которую можно было проголосовать. Мы сегодня понимаем, что такой политической силы, авторитетной, за которую мы отдали бы все, не задумываясь, голоса ее нет, что она должна появиться, что без партии такой авторитетной, ближе находящихся к правоцентрической или центрической платформе, нам в конечном счете не получить представительство в парламентах всех уровней, поэтому она должна быть. Это первое. Но я хочу напомнить, что комитет гражданских инициативов все-таки создавался на вне партийной основе, поэтому комитет гражданских инициатив это моя позиция, мы не предполагаем преобразовываться в партию. Этот инструмент работы с гражданскими инициативами, с очень широким спектром вопросов, реальных, злободневных вопросов граждан, он все равно должен быть, и мы все как эксперты будем там работать и будем привлекать, и бизнес нас поддерживает, частью финансирования наших программ, именно в связи с этим. Вместе с тем, действительно, мы вчера на заседании нашего комитета начали дискуссию по этому вопросу. Никаких выводов не делалось, никаких решений не принималось, мы считаем, что эта дискуссия займет несколько месяцев, в этом смысле, я хочу сказать, что никто не принимал никаких такого рода решений. и если такое решение когда-то наступит, то это будет объединение многих тех, кто входит в комитет, но вне комитета, это будет вне рамка комитета, это будет другая организация. Но мы, члены комитета, будем проводить консультации с другими политическими структурами, общественными организациями, движениями. И поэтому это дело будущего. Я бы так ответил сразу на вопросы, которые мне задавали сегодня, поэтому вопросу мы еще не готовы давать ответ. Интересно ли Путину и власти вот эти выводы экспертов о том, что происходит? Безусловно, я уверен, что я просто даже знаю, что и предыдущий доклад. После предыдущего доклада Михаил Игоныч приглашался на совещание к Владиму Вадимовичу, где ему давали слово. И в этом смысле я уверен, что и предыдущий доклад, и этот доклад будет очень внимательно прочитаны, и даже все, что между строк написано, будет прочитано, потому что все ищут эти ответы. И это дает грандиозный материал дополнительный для этих выводов и анализа. Семьи будет прочитан. Я очень на это надеюсь. Вадимовичу. Продолжение следует...